Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Братья и сестры, мы продолжаем наше путешествие по Божественной Литургии. Мы остановились на словах диакона, ну а если нет диакона, то священник произносит эти слова. «Двери, двери, премудростью вонмем». Конечно, для того, чтобы лучше понять текст Божественной Литургии, очень важно знать историю происхождения многих моментов. Многие они на поверхности, и как бы все понятно. «Господи, помилуй, Господи, прости». И здесь как бы не нужны какие-то исторические знания. Но вот «двери, двери, премудростью вонмем». О чем это? Идет речь о дверях церковных, входных дверях. Мы знаем о том, что литургия, она делится на несколько частей. И вот сейчас та часть литургии, которую мы изучаем, это литургия верных. Но внутри литургии верных есть еще то же деление. Вот мы через несколько слов будем говорить о начале так называемого евхаристического канона, или анафоры восхождения. Так вот, евхаристический канон – это кульминация. И вот эта кульминация, она должна была совершаться без людей, которые не имеют никакого отношения к причастию. Или по лене человек не захотел причащаться, или же не раскаялся в каких-то грехах, или еще не готов по каким-то причинам. Так вот, дьякана, когда произносили эти слова, это было знаком для привратников, которые стояли у входа в храм. Они должны были сказать, чтобы все вышли те, кто не будет причащаться. И вот после этих слов церковь начинает петь символ веры. Петь символ веры начали не так давно. Раньше его читали. Но вот в русской православной церкви – это единственная церковь, где символ веры поют. В других церквях его читают. Читает, как правило, старший всегда. Если епископ-метрополит не служит, а присутствует за богослужением, то он будет читать символ веры. А все остальные повторяют за ним. Сейчас эти слова имеют исключительно духовное значение. Что значит духовное значение? Мы помним в первой книге «Бытия», в четвертой главе, Господь обращается к Каину с такими словами, что грех лежит у дверей твоих, но ты господствуй над ним. То есть не давай этому греху войти в эту дверь. Под дверью он понимал внутренний мир Каина. Какой же грех лежал у двери Каина? Ненависть к брату. Эта ненависть закончилась тем, что он убил своего брата Авеля. И вот перед тем, как начать произносить символ веры, а символ веры на латыни звучит «кредо». Вот мы часто спрашиваем друг друга, а в чем твое кредо жизни? Кредо буквально переводится «верую». То есть в чем суть твоей веры жизненной? И вот у православного христианина есть четко очерченная кредо. Он знает, во что он верит. И поэтому совершенно недопустимо, когда православный христианин верит в порчу, сглазы, проклятие и так далее, и так далее, во всякую глупость. Каждый христианин в первую очередь должен задать себе вопрос, «А это есть в символе веры?» То, во что я сейчас верю. Это очень важная мерила, это критерий того, куда ты идешь, куда устремлены должны быть твои помыслы. Вот если у тебя есть помыслы, которые не связаны с символом веры, значит, ты несешь контрабанду ко святому причастию, а за всякую контрабанду есть наказание. Вот эта контрабанда внутри нас – это неправильные ориентиры веры. И вот апостольское постановление, оно четко говорило об этом моменте. Оно говорило следующее, что если пришел христианин, и он не является прихожанином этого храма, и он пришел с какого-то другого храма, откуда-то из других мест, может быть, из другого города вообще, у него, как правило, должно было быть сопроводительное письмо от епископа. И в этом письме епископ писал, он правильно верует, этот человек. Вот если не было такого сопроводительного письма, то тогда задача диакона заключалась в том, чтобы спросить его, как он верует. Если у него в голове еретические мысли, заблуждения, то он не допускался к участию в литургии с верными. И поэтому очень строго соблюдалось это правило. Оставались в таинстве только те, кто правильно верил, у кого было правильное мышление духовное. Сейчас очень легкомысленно относятся к вопросам веры. Многие даже не знают символа веры. Уже не говоря о том, какой смысл символа веры. И вот нужно себя каждому тестировать. Как я верую? Вот я читаю символ веры. Что я понимаю в этом символе веры? В чем суть моей веры? Потому что вера это мое чаяние, это моя надежда. И вот когда Диакон говорит двери, двери, премудростью, вонмем, в духовном смысле, то мы должны посмотреть, что лежит у порога нашей двери. грех или же жажда Бога. Вот это вера, о которой пишет нам символ веры. Вот это послание отцов древности, которые в ответ еретикам написали символ веры. Потому что многие люди считали тоже, что они христиане, но искажали смысл евангельской веры. И вот эти емкие формулировки, которые есть в символе веры, они четко говорят о предмете нашей веры. Здесь ответ, почему мы не можем причащать еретиков или раскольников. Ну, с еретиками все понятно, потому что у них заблуждение и раскольники в том числе, потому что раскольники искажают тоже очень важный церковный догмат, эклезиологический так называемый, эклесия церковь, верую в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Они нарушают эту часть символа веры. Обязательно нужно родителям верующим родителям научить своих детей символу веры. И самому нужно пройтись по символу веры, попытаться понять его. Если непонятно, спрашивайте священника, читайте. И обязательно дети должны знать символ веры. Сколько всяких глупостей они в школе иногда учат, всевозможных ненужных стишков и так далее. Я не говорю о том, что в школе учит глупостям. Но в том смысле, что многое им вообще не пригодится в жизни. А символ веры это правильная картина мира. Вот именно такова должна быть картина мира, которая начинается с веры, веру его единого Бога, Отца Вседержителя и дальше по тексту. И вот когда заканчивается символ веры, священник произносит, обычно диакон, если есть, «Станем добре, станем со страхом, вонмем святое возношение в мире приносите». На русском языке это будет так. «Станем как должно, станем со страхом, будем внимательны, чтобы принести в мире святое возношение». Ну вот вот это, вот эти, вернее, слова, это начало евхаристического канона. Вот запомните. «Станем добре, станем со страхом, вонмем святое возношение в мире приносите». «Начало евхаристического канона». Потому что многие говорят о евхаристическом каноне, но не совсем знают, что такое евхаристический канон, когда он начинается. Эти слова требуют очень такого внимательного исследования. «Станем добре». Вот это слово «добре» на самом деле это слово нужно как-то очень сильно прочувствовать. Не только понять, но и прочувствовать. Я вам приведу текст, который встречается впервые в Библии с этим словом. Когда Господь творил мир и после всякого творения, Он говорил, что это творение «добро, зело», то есть очень хорошее творение. То есть слово «добро» это печать от Бога своему творению, совершенству творения. есть очень фундаментальный труд в нашей церкви, он называется «добротолюбие». Это пять томов, где собраны такие, можно сказать, жемчужины аскетической мысли святых отцов. Так вот, эти пять томов о добре. и вот нам нужно понять, а что это такое? Мы-то часто используем это слово? И вот в подтверждение словам Господа, когда Он сотворил мир, апостол Петр на горе Фавор, где Христос преобразился перед учениками своими, перед Моисеем и Ильей, Он сказал, когда увидел преобразившегося Господа, и сказал, «добро нам сде быти». То есть, добро, оно там, где творение и Творец находятся в тесной связи. потому потому что все творение, которое окружает нас, оно для нас непонятно. Мы, конечно, можем видеть как бы корпус творения, форму творения, цвет творения, но вот то, о чем говорил Кант, вещь в себе, то есть, каждая вещь, которая нас окружает, есть нечто за пределами того, что человек может видеть и то, о чем он говорит в позитивистской науке, ну, то есть, в той науке, которая нам известна. А вот вещь в себе, она совершенно неизвестна для науки. Вот что там внутри этого творения? Это прежде всего смысл. Смысл, глубокий смысл, который человек пытается постичь, потому что постичь смысл, это значит дать имя, точное, правильное имя, как это делал Адам, он давал имена творения, который Бог сотворил. То есть, ему была известна вещь в себе, но потом эти имена были потеряны, потому что сегодняшние имена, которые есть у животных, это не имена, это клички, очень поверхностные клички, потому что одни народы дают одни имена, там, или животным, или каким-то вещам, другие народы другие дают имена, то есть, человек потерял знание о вещи в себе, о внутреннем содержании. Вот когда человек соприкасается с Богом, и когда он переполнен светом, то тот внутренний свет, он озаряет те вещи, внутри которых смыслы заложены Богом. У святых отцов называется тварные логосы, то есть, логос – это слово, то есть, Бог сотворил словом этот мир, и вот эти слова остались в этих вещах. Как же наука изучает? Всем известно. Она, окружающий мир, анатомирует, анатомирует, это значит, что она расчленяет этот мир. Для того, чтобы узнать, как устроено то или иное животное, его нужно вначале ученому разобрать на запчасти. А, следовательно, сумма частей – это не есть целое, потому что целое – оно живое, а сумма частей – это просто набор частей, которые уже не связаны между собой жизнью, потому что ученый, прежде чем познать это, он убивает это. И вот когда мы говорим «станем добре», это значит, что мы должны стать в том добре, от которого Петру было очень и очень хорошо, потому что он испытывал эту просвещенность Богом, ту озаренность Богом. Ему очень было хорошо. Он как будто сделал скачок во времени и оказался в то время, когда Бог творил мир. Он погрузился в первозданное добро, потому что на глубине всего тварного лежит вот это добро, сотворенное Богом. И вот сейчас очень важная мысль. богословы говорят, зла не существует. И кто-то может возмутиться, да как же не существует, если оно постоянно меня по башке бьет? Как же не существует зла? Я его чувствую кожей, всем своим существом, всеми своими рецепторами. Зла действительно не существует, но не в том смысле, что его нет. А в том смысле, что Бог не дал сущности для зла, потому что он зла не сотворил. Он сотворил только добро. А что же такое зло? Зло, оно всегда паразитирует на тварных существах, в первую очередь на ангеле падшем, на человеках и на всем окружающем мире. То есть зло может существовать только тогда, когда человек, в частности, дает свое существо для этого зла. А как мы даем свое существо? Просто соглашаемся с ним. Изначально зло возникло как нарушение воли Божьей. И вот это нарушение, оно передается от одного падшего существа к другому падшему существу. И поэтому в нравственном смысле духовная тьма, нравственная тьма, это просто отсутствие света. То есть если только появляется свет в тьмы, нет, как и в физическом мире, тьма существует только пока нет света. На греческом языке добро звучит колосс. Колосс, оно имеет значение несколько. Красота и добро. Потому что всегда добро воспринималось как нечто прекрасное, совершенное, во всем, в своей целостности, потому что Бог уродства не творил. Следовательно, все то уродство, которое окружает нас, оно является следствием грехопадения. Если бы человек не согрешил, если бы он не пустил через свои двери, о которых сегодня было сказано, не пустил зло внутрь своего сердца, своего сознания, то не было бы и последствий, этого зла. А что такое последствия? Последствия это плоды зла. Потому что вначале человек принимает любое зло в форме мысли. Поэтому и сказано, покаяние это перемена ума, перемена мысли. Нужно отказаться от плохой мысли, отсечь ее. И вот тогда не будет и плода у этого семени. поэтому все то, что мы называем бедой, горем, страданием, является в этой жизни плодом зла, последствием зла. И вот каждый из нас должен прочувствовать, что мы знаем о добре, что такое добро в нашей идентификации окружающего мира, с чем мы ассоциируем добро. Вот на греческом языке зло кокос, кака. Вот нам известное русское слово. То есть это что-то такое, знаете, омерзительное. Но обратите внимание, вот насколько человек любит это кака. Мы буквально живем этим. мы наслаждаемся этим. Но нам совершенно омерзительно, когда делает это кто-то. Но когда мы, мы как будто в этот момент обезволены злом. И мы не чувствуем всех последствий зла, потому что зло обезволило нас таким, знаете, обезболивающим, который делает нечувствительным нам к трагедии зла. И вот очень важно из сегодняшнего текста вынести, что нам нужно закрыть свое сердце для плохого, потом посмотреть, како веру еши, символ веры, кредо мое, в чем оно, и потом стать в добре. И добро, оно связано с Богом. Вне добра мы даже не знаем, что такое этот окружающий нас мир. Мы просто видим какие-то формы, да, красиво, симпатично, неплохо пахнет, но мы не знаем предназначения всего этого. Да, у нас есть некое чувство утилитарности окружающего нас, мы чувствуем, что как можно это практически использовать. если это дерево, ну, если это дерево не в моем саду, то, наверное, можно с него доску сделать или печку топить. То есть мы смотрим исключительно как хищники, потребители. Сейчас общество хвалится тем, что оно называется потребителем, но потребление на славянском языке переводится как разрушение. Потреблять это разрушать. Требище это место, где приносили жертву, то есть убивали, разрушали. И вот наш взгляд на этот мир исключительно очень прагматичный. И вот как замечательно Бенедикт Нурсийский он увидел однажды, когда молился весь мир, весь мир, он увидел во свете божественного луча, смыслы все, как величайшую поэзию. Поэтому Бог на греческом языке в символе мира, когда мы говорим Творца неба и земли, он называется поэтом неба и земли, потому что этот мир это прекрасная поэзия, которую написал сам Господь. А буквами этой поэзии является физический субстрат каждого существа, каждого творения этого мира. Ну вот, братья и сестры, один из фрагментов Божественной Литургии, и следующее воскресенье мы будем говорить дальше о нашей Литургии, Евхаристии, которая преображает наш внутренний мир. Аминь. Продолжение следует...